Обалдать-то некогда! Обалдать-то некогда! Для бывшего библиотекаря Оксаны Сергеевой стихи «Огни и Барто» открылись с другой стороны. Пациент Косомарской психиатрической больницы активно идет на поправку. Помогает в этом работа в театре «Счастливый случай». Это очень нелегко играть детей и для детей. Я теперь понимаю, что и стихи писать тоже для детей не очень легко. Труднее, мне кажется, чем для взрослых, потому что это, понимаете, особая аудитория. Аудитория – это такая аудитория, которая принимает все сразу, на веру. И эту веру главное не разбить. Вера в детскую сказку подкреплена пусть и скромными, но умело сделанными декорациями. А из нашего окна «Площадь красная видна» спектакль по мотивам стихов «Огни и Барто» и Сергея Михалкова поставили в театре «Счастливый случай». Здесь есть и полицейский, и мишка 70-го года, которого артисты принесли из дома. И кукла, которую дочь актеров подарила театру. Ей было тяжело, когда я сказала, говорит, давай, она фактурная, отдадим ее в спектакль. И Лиза так сразу, и жалко, как же с ней расставаться. А потом говорит, нет, для спектакля – да, конечно. Основатель, руководитель и режиссер театра «Счастливый случай» Олег Белов на сцене по необходимости подменяет заболевшего актера. Текст и географию постановки знает за каждого персонажа и в каждом спектакле. «Здравствуй, детство» – уже пятая работа. Когда узнал, что в больнице есть детское отделение, решил, нужно сделать спектакль и для них. У нас есть уникальная возможность продлить детство. И мало того, что нас за это не осудят, а люди, наоборот, нас будут за это благодарить. Поэтому я говорю, кайфуйте. После репетиции традиционное чаепитие. «Счастливый случай» – это друзья, которые удачно совмещают приятное и полезное. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Все, пока оставь, тут еще кто-то.